Как найти свою половинку? Вопрос хороший и, наверное, один из самых популярных вопросов, с которыми ко мне обращаются. Очень большая тема. Ее раскрывать можно со многих сторон. Например, с вопроса управления сексуальной энергией или просто с методов, можно рассмотреть методы, как человек, как ему привлечь половинку, как просто найти кого-то. Первое, что нужно сделать, это понять вообще, кто вам нужен. То есть просто абстрактный образ человека, с которым вы хотите быть. Можно его прописать на бумаге, не нужно писать какие-то конкретные вещи. Нужно написать просто, что вы хотите, просто, и чтобы это шло от вашей души, то, чтобы это шло изнутри вас. И тогда, собственно, уже процесс будет запущен, и Вселенная, она начнет вас потихонечку с этим человеком синхронизировать. Следующий этап – это проработка. Проработка человека, самого себя, то есть ему нужно поменять себя, чтобы соответствовать вот этому другому человеку, образ которого у него уже есть. И здесь очень важно просто задать себе вопрос и спросить себя, как мне нужно измениться, чтобы этот человек пришел в мою жизнь. Потому что можно представить себе две орбиты, когда вращаются планеты, и планеты никогда не сталкиваются. То есть они вращаются на разных орбитах. И то же самое происходит с людьми. Человек хочет кого-то одного, но этот другой человек, он всегда общается с другими людьми, он ходит на другие места. И пересечение с ним будет, ну скажем так, может быть, оно маловероятно, то есть, возможно, это будет какая-то случайная встреча на улице, но она, возможно, даже не произойдет. И даже если она произойдет, другой человек посмотрит на вас и скажет, ну ладно, типа я пошел дальше. Вот, потому что вы будете ему неинтересны. Вы не проработали те вещи, чтобы войти с ним, так сказать, в контакт, в зацепление, да, то есть, в интересное общение. То есть, первое, это составить образ. Второе, это изменить себя, проработать в себе то, как вы хотите себя видеть рядом с этим человеком. Да, то есть, просто посмотреть, кем вы должны быть, чтобы этот человек рядом с вами был. Скорее всего, здесь и внешность, и для мужчин это важно и дело жизни, финансы. Для женщины это важно, внутреннее гармоничное состояние, когда мужчина не чувствовал какое-то внутреннее напряжение какого-то, когда от него что-то хотят или его как-то пытаются прожать, да. То есть, очень популярная тема, да, что женщины пытаются мужчину, скажем так, подчинить себе и конкурировать с ним, да. Но на самом деле, они хотят одновременно сильного мужчину. Но сильный мужчина, он, если девушка с ним конкурирует, да, то есть, она все время бросает ему вызов, то ему это неинтересно, потому что, ну, нисколько ему это неинтересно, ему это неинтересно на постоянной основе, да, то, чтобы это 24 часа в сутки нон-стоп происходило. Ему это неинтересно, потому что ему и так вызовов хватает. Он и так бросает вызов, идет, решает какие-то проблемы, решает задачи. И ему нужна женщина, которая будет его дополнять. Опять же, существует огромное количество психотипов. Можно, например, по той же соционике посмотреть, кто вы, протипировать себя, посмотреть, какой лучший психотип вам подходит. Но это часть работы. Люди всегда притягиваются по карме. И если у вас есть несоответствие вот этому другому человеку, второй половинке, дуалу вашему, который не будет вас мучить, не будет вас как-то издеваться над вами, не будет вступать с вами в конфликты, будет идти с вами в одном направлении и помогать вам. Если у вас есть вот эти вот негативные убеждения, их можно назвать кармой, непроработанные моменты, внутренние травмы, то они будут притягивать другого человека. Другого человека, с кем вы будете сражаться, пока их не отработаете. То есть это будет сражение до момента отработки. И после того, как сражение пройдено, моменты отработаны, вы поняли, прошли эти духовные уроки, или другой человек, который именно с вами вместе идет, он тоже поменялся. Это вариант номер один. Или вы расстаетесь и находите другого человека, уже который соответствует вашему образу, который вы себе наметили, который вы хотите, образ человека, с кем вы хотите быть. Сексуальная энергия у женщин и у мужчин. У мужчин это, естественно, похоть. То есть есть такое слово «похоть». И это, скажем так, когда мужчина провожает каждую женщину, смотрит ей на ноги, на грудь, куда угодно. И он воображает себя таким очень крутым альфа-самцом, может быть, который желает каждую проходящую женщину. Или, может быть, он также сюда относится и просмотр порнографии, каких-то эротических фильмов. И вот он все время свою энергию сексуальную, он ее разбрызгивает. То есть он эту сексуальную энергию куда-то все время сбрасывает. То есть у него идет через его внимание сброс сексуальной энергии. Туда-сюда, то есть везде он свою сексуальную энергию разбрасывает. И когда он встречает девушку, которая ему нравится, в нем этой энергии нет. Он пустой. И она такая смотрит, ну что это там за тюфяк такой какой-то вот ни о чем, да? Ни о чем. И она на него внимания не обращает, он ей не интересен. И такой мужчина пытается найти все время, вот он все время смотрит куда-то, он все время хочет, но все время у него неприятности в личной жизни. Нужно научиться свою сексуальную энергию постепенно направлять именно на трансформацию себя и на то дело, которым мужчина занимается. То есть вот именно вот эта вот похоть, которая направлена на женщин, должна быть трансформирована и направлена на именно дело жизни мужчины. И в этом случае выстроится очередь за этим мужчиной, женщин, которые с ним хотят вместе быть. Они будут ему писать, они будут рядом просто с ним ходить, так, посматривать на него, там пытаться, чтобы сделать так, чтобы он обратил на них внимание. И у него уже будет выбор. То есть в первом случае, когда он пустой, когда он все время сбрасывает свою сексуальную энергию на порнографию, на все юбки, которые вокруг него находятся, он не может направить, он не может поднять эту энергию и направить ее на дело своей жизни. И на него уже не обращают внимания женщины именно из-за этого. Когда он наполненный, он делает дело жизни, на нему обращают внимание, и он, соответственно, находит ту девушку, ту женщину, с кем он хочет идти дальше по жизни. И это та, действительно, которая достойна его, а не просто кто-то там случайный человек, который будет ему, будет вступать с ним в какие-то конфликты, неприятные ситуации. И женщины, да. Женщины то же самое, только наоборот. Вот. Фотографии, например, в обнаженном виде привлекают взгляды вот этих вот мужчин, которые смотрят, вот которые на них смотрят, да. И если женщина, например, я не говорю, что надо там юбку в пол, там и все такое, да. Окей, надо просто одеваться прилично и не пытаться на себя вот эту вот энергию других людей привлечь внимание, да. И такая женщина, она является уже не объектом, который хотят, да. То есть если в первом случае, когда она одела там мини-юбку, одела какой-то сексуальный наряд, вот, да, она будет привлекать огромное количество мужчин. Но она будет привлекать мужчин первого типа. Потому что мужчине второго типа, который умеет сублимировать свою сексуальную энергию, направлять в дело своей жизни, ему не нужна какая-то женщина, которая похожа на, скажем так, ну, какую-то вот очень такую, скажем так, да, легко доступную, да, ему нужна женщина, которая будет ему помогать и которая будет его дополнять. И та, которая умеет тоже сберегать свою сексуальную энергию и не нужно будет ее в свое время, там, взгляды других мужчин ловить на нем. И как раз женщина, которая одевается, скажем так, как привлекает других людей, мужчин вокруг с помощью внешности, яркой-яркой очень внешности, она привлекает мужчин, которые сбрасывают сексуальную энергию. И всегда это не тот мужчина, они всегда им не нравятся. Потому что это движение по разным орбитам. И для женщины очень важно как раз-таки научиться вот эту свою женскую энергию, энергию гармонии, гармонизации отношений, гармонизации семьи создать. И тогда мужчина придет соответствующий, который будет тоже действовать, исходя из этих принципов. Не из принципов, когда сбежала группа мужиков, она выбрала кого-то, но опять же он оказался не тем, он оказался не такой. А не такой на нее внимания не обращает, потому что он не хочет, чтобы на его женщину смотрели группы, там кучу мужчин со всех сторон и опускали слюну. Он хочет женщину, которая будет рожать для него детей. А дети, это именно сексуальная энергия, которая направлена внутрь, да, на созидание. Не на распыление, не на создание картинки, а на созидание внутри, созидание семьи. Это не значит, что женщина не может там красиво одеться. Она может красиво одеться, но это должно быть сделано так, чтобы это не было похотливо, не привлекало, не создавало вот этот вот образ женщины, которая привлечет, ну, скажем так, привлечет неправильного мужчину, не такого, которого она хочет. И если собрать вот это воедино, нужно первое сделать, создать образ, что человек хочет, начать работать над собой, чтобы соответствовать этому образу. И второе, начать управлять своей сексуальной энергией. Мужчины, соответственно, делают свою работу, направляют сексуальную энергию на достижение своей цели, а женщина управляет свою сексуальную энергию на создание, гармонизацию семьи. Или даже просто создает намерение, что она так будет делать, и привлекает, соответственно, мужчину, которого она уже хочет, который будет ее радовать, и который будет действительно с ней всю жизнь. И это будет очень гармоничная, красивая пара. Игорь Сафронов – это эксперт по работе с подсознанием. Он помогает своим ученикам и клиентам перепрограммировать свои негативные убеждения в позитивные. И тем самым это позволяет свою жизнь улучшать с разных сторон в отношениях, в работе, в самореализации и в разных других сферах, в том числе финансовой. Поэтому, если вам интересно прочитать, допустим, его книгу или пройти его курс, то здесь внизу в описании есть все ссылочки. Друзья, каждый ваш лайк, каждая ваша подписка и каждый ваш комментарий помогают в развитии канала. Поэтому не стесняйтесь, делитесь видео с друзьями и пишите, что думаете по этому видео. Также загляните в наш инстаграм, если вам интересно получать классный, быстрый и глубокий контент с выдержками из наших интервью и других видеороликов. Все есть по ссылке в описании. Пока!